Первоначально из кандидатов на должность главы Ставрополя можно было собрать футбольную команду. Документы на участие в конкурсе подали 11 человек, но первый отборочный этап прошли только 5 претендентов. Это помощник депутата Государственной Думы Александр Куриленко, его руководителя Ставрополь-Краеводоканала Вячеслав Акимов, депутат Краевой Думы Виктор Лозовой, глава Михайловска Игорь Серов и министр труда и социальной защиты населения Иван Ульянченко. Все они приняли участие в индивидуальном собеседовании. Комиссия должна была оценить опыт претендентов, их компетентность и личные качества. Затем по регламенту как минимум две лучшие кандидатуры предлагаются депутатам. Наибольшее количество баллов набрали Иван Ульянченко и Игорь Серов. Из них и предстояло сделать окончательный выбор. Депутаты познакомились с программами претендентов и отправились голосовать. Голосование тайное, по одному, с учетом эпид-обстановки. Решение оказалось единогласным. Все 27 присутствующих думцев сделали выбор в пользу Ивана Ульянченко. Спасибо, Иван Иванович, за Ваше желание, мужество вступить в эту борьбу. Вы получили мандат доверия. Теперь будем его вместе реализовывать. Иван Ульянченко 58 лет. Он коренной житель Ставрополья. Вырос в рабочей семье, сам начинал свой трудовой путь за станком. Потом была партийная работа. В 1997 году Иван Иванович начал трудиться в сфере соцзащиты. Занимал должности в администрации Ставрополя. Руководил этим направлением в Думе региона. С 2013 года был министром труда и социальной защиты населения края. И вот теперь возвращение в городскую администрацию уже в качестве главы краевого центра. У нового градоначальника много планов. При этом он заявил, что будет продолжать политику Андрея Джадоева и ориентироваться на его достижения. Я работал вместе с Андреем Хасанычем. Я знаю все планы, которые он наметил. И, к сожалению, большому он не смог их осуществить. То есть я, конечно же, за основу возьму те планы, которые планировал осуществить Андрей Хасаныч Джадоев. Ульянченко вступает в должность в непростой период. Впереди много работы, чтобы устранить последствия коронавируса, продолжить исполнение масштабных планов. К делам можно приступать немедленно. Решение городской думы вступает в силу с момента его подписания.